Привет друзья, это уже 902 выпуск интересных новостей из мира компьютеров, так что усаживайтесь поудобнее и полетели посмотрим, что там произошло новенького. Топовый ускоритель Nvidia H100 поколения Hopper вообще не ориентирован на потребительский сегмент и имеет даже модели с интерфейсом SXM, который нельзя установить в обычный компьютер. Однако китайцы сделали адаптер SXM to PCI Express, который стоит 16 долларов и ориентирован как раз на интерфейс SXM5, который используется в ускорителе H100. Также можно было бы предположить, что этот переходник подойдет и для Blackwell, но вряд ли это будет возможно, так как Nvidia с каждым новым поколением меняет вариант SXM. Самый же большой вопрос, кому вообще нужен вот такой адаптер. Ведь обычному потребителю не нужен и сам ускоритель H100. А для тех, кому он действительно нужен, Nvidia выпускает версию с PCI Express. Не так давно я вам рассказывал, что компания TinyCorp решила продавать игровые RX 7900 XTX в нужды искусственного интеллекта. Для этого она даже представила специальную систему на основе 6T RX 7900 XTX, но сейчас заявила, что приостанавливает выпуск этой системы под названием TinyBox. Дело тут в том, что компания столкнулась с проблемами на уровне программного обеспечения AMD. И к вопросу даже подключалась лично глава Лиза Су, но проблему так и не решили. Но по итогу TinyCorp говорит, что не хочет отдать игровые видеокарты в руки геймеров. И рассматривает варианты видеокарт Intel и Nvidia в качестве альтернативы. Понятное дело, что такого же соотношения цены производительности и объема памяти как у 7900 XTX карты конкурентов предложить не смогут. Но неработающий вариант на картах AMD в любом случае продать невозможно. При всем этом компания отмечает, что не собирается полностью отказываться от своей изначальной концепции и вернется к видеокартам AMD как только справится с проблемами. Тем временем на мегамаркете появились обычные RTX 4070 по цене ниже 70000 рублей за базовую PolitDual. Если вы искали видеокарту для какой-то бюджетной сборки, то RX 7600 сейчас мелькает за 25000 рублей, конечно если учитывать бонусы. И само собой тут можно приобрести Xbox RSX по максимально приятной цене. Ссылки на все товары я как всегда оставил в описании. Компания AMD продолжает работу над своей технологией FSR и вскоре обновит ее до версии 3.1. А разработчикам игр это решение будет доступно со второго квартала. Ключевым нововведением этой версии будет разделение технологии генерации кадров и самого масштабирования. То есть разработчики игр смогут сочетать генерацию кадров FSR 3.1 с другими технологиями апскейла вроде DLSS и XCSS. Кроме прочего FSR 3.1 получит улучшенное качество изображения и поддержку Vulkan и Xbox Game Dev Kit. Компания Samsung привезла на GTC 2024 память GDDR7 с пропускной способностью 32 Гбит в секунду, которая способна работать при пропускной способности 28 Гбит в секунду. И именно такую приписывают первым видеокартам RTX 5000. Также мы уже слышали от Samsung о памяти с пропускной способностью до 37 Гбит в секунду. Но оказалось, что это не максимум. SK Hynix на эту же выставку привезла микросхему GDDR7, где указано, что она может работать с пропускной способностью до 40 Гбит в секунду. Кроме прочего, эти чипы SK Hynix могут иметь емкость до 24 Гбит, то есть 3 Гб на чип. Правда неизвестно, появится ли когда-нибудь такая память у потребительских видеокарт, но эту цифру можно брать как ориентир на будущее для каких-нибудь RTX 5000 Super или RTX 6000. Компания AMD подтвердила основные характеристики своих будущих мобильных процессоров под названием Strix Point. Эти камушки реально выйдут в этом году и будут полностью новой разработкой. То есть ядра здесь будут Zen 5, графическая архитектура RDNA 3+, которую также называют RDNA 3.5, и также эти APU получат блок XDNA 2. Сами процессоры будут называться Ryzen 8050 и будут иметь до 12 процессорных ядер, причем в конфигурации с Zen 5 плюс Zen 5C. Встройка здесь будет на 1024 потоковых процессора, а XDNA 2 с производительностью 25T Ops. Плюс ко всему стоит отметить, что Ryzen 8040, которые представили нам зимой, особо не отличаются от процессоров Ryzen 7040. А вот эти 8050 наконец-то принесут что-то новое. Однако кроме прочего будут еще Ryzen 8050 под названием Strix Halo. У которых будет уже до 16 ядер CPU, какие-то невероятные встройки на 2560 потоковых процессоров и топовый XDNA 2 на 48T Ops. Ребят, ну а я бы хотел вам напомнить, что сейчас огромная куча новостей выходит в моем телеграм-канале, ссылочка на которые всегда лежит в описании под роликом. Поэтому не забывайте подписываться на новостную телегу и получать новости в текстовом варианте. Компания MSI представила новую информацию об игровом мониторе MPG272QPX, который был показан на выставке CES. Напомню, что это тот самый монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 500 Гц, который кроме прочего оснащен подсветкой Mini-LED. И вот оказалось, что к сожалению, этот монитор вряд ли появится на полках магазинов. Ведь это кастомный прототип монитора, разработанный специально для выставки CES, как утверждают в MSI. Да и кроме прочего MSI по-прежнему не уверена насчет разработки новых мониторов с поддержкой Mini-LED и поэтому не может гарантировать, что эта модель в конечном итоге поступит в продажу. На персональные компьютеры вышла игра Dragon's Dogma 2, которую очень высоко оценили журналисты. Но к сожалению, производительность этой игры оставляет желать лучшего. Вторая Dragon's Dogma основана на движке RE Engine, который в последних играх серии Resident Evil показал себя просто отлично. Но здесь идёт очень сильный упор в CPU. Например, в Full HD при максимальных настройках с отключённой трассировкой в городе связка из Core i7-14700KF и 4070Ti позволяет получить около 70 кадров в секунду. При этом точно такая же 4070Ti, но уже с процессором Core i7-9700K показывает всего 41 кадр в секунду. Из-за такой процессорозависимости переход в разрешение 4К очень слабо сказывается на производительности. Но с другой стороны есть и минус. Ведь это никак нельзя исправить апскейлерами вроде DLSS или FSR. Сама Capcom уже отреагировала на жалобы игроков, объяснив, что такая высокая зависимость от CPU обусловлена обилием NPC. А игроки, в свою очередь, время зря не теряли и нашли способ снизить ресурсоёмкость игры. Ведь достаточно просто убивать самых ненужных NPC. Компания Ubisoft представила проект Neo NPC, призванный помочь игровым сценаристам воспользоваться возможностями генеративного ИИ. И как говорит Ubisoft, это нужно для расширения границ правдоподобного взаимодействия с персонажами. Сам по себе Neo NPC освобождает сценаристов от проектирования диалогов. И им нужно лишь описать личность персонажа. То есть человек задаёт биографию персонажа, манеру речи и другие особенности. А большая языковая модель моделирует разговор на основе заданных параметров. То есть, если разработчики игры будут использовать Neo NPC, то на выходе мы получим NPC, которые используют чат GPT. И по сути диалоги будут более интересными. Но по словам Ubisoft, на данном этапе Neo NPC это лишь прототип. И впереди ещё много работы, прежде чем он может быть встроен в какую-то игру. Молодая компания Playtron с финансированием в 10 миллионов долларов представила операционную систему с таким же названием Playtron. Сама по себе Playtron опирается конечно же на Linux и в теории позволит запускать любые лаунчеры или любые игры. На данный момент правда всё это находится на ранней стадии, но журналисты The Verge проверили работу системы на Steam Deck. И она запускала Death Stranding, Dave the Diver и Baltaro. Сами разработчики планируют выпустить общедоступную альфа-версию в ближайшие два месяца, чтобы сообщество могло дать обратную связь. А компания Aya Neo и вовсе собирается выпустить готовый продукт с Playtron до конца этого года. И на этом же моменте ролик подходит своему завершению, поэтому не забудьте оценить его лайком или дизлайком, а также не забывайте подписываться на мой новостной телеграм-канал. За финансовую же поддержку новостной движухи я как всегда говорю вам всем огромнейшее спасибо. До скорого, друзья!